Продолжение следует... Итак, ребята, всем привет. Надеюсь, эпичненько получилось. По крайней мере, я себе в голове представлял, что это реально будет выглядеть эпично. Многие из вас уже, я думаю, догадались, что это за аппарат. Для тех, кто не в курсе, что это такое, я расскажу, постараюсь рассказать в двух словах. Мало того, будет ссылка, я думаю, где-то вот здесь или вот здесь. Где-то, я думаю, будет. Ну, как минимум, в описании, я думаю, ссылочка будет на полный рассказ того, что это за мотор, что это за мотоцикл, почему он в таком состоянии. Ну, я думаю, вы все прекрасно поймете. Ну, а сейчас в двух словах расскажу, что это за аппарат. Два цилиндра с Восхода 3М01. Именно 3М01, поскольку здесь стоят лепестковые клапана. Расточенные под 200 кубов. Соответственно, стоят поршня Ямаха ДТ-175. Здесь в сумме получается 400 кубов. Лепестковые клапана заводские, оригинальные, восходовские. Два карбюратора Ижевских. Дальше, соответственно, зажигание CDI с двумя датчиками. Каждый датчик настроенный под свой цилиндр. Блок двигателя Юпитер 5, сделанный из двух моторов Юпитер 5. Поскольку левая часть этого мотора сделана из двух моторов. Именно для того, чтобы здесь был сальник. Просто из одного сальника здесь был собранный такой вот мотор. Калинвала обычный Юпитер 5. С облегченным маховиком. Стандартный маховик 3 килограмма. Здесь стоит 2 килограмма. Удлиненный вал под вариатор. По электросистеме все очень просто. Стоят две катушки с Альфы или Дельты, не помню. Также стоит два коммутатора. Тоже с какого-то скутера, я не помню, с какого-то китайца. Ну и заводится все это дело с помощью вот этого вот шкива. Это шкив с москвича. Заводится с помощью веревки. Очень простой вот такой вот мотоцикл. В прошлом году он сильно очень пострадал. У него оторвался коленвал буквально. Я его отремонтировал. И после этого я на нем так и не выезжал. На данный момент я хочу его немного улучшить. По передаточным числам. Ну и так, по мелочам, грубо говоря, поставить на колеса. Для того, чтобы весной проверить, что он реально может. Замерить разгон 0,100, соответственно. Ну и максимально сделать его легким. Возможно, даже переварю раму. В общем, не будем терять времени. Итак, много слов. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, короче, что я тут сделал. В общем, снял я, наконец-то, мотор. Поскольку были кое-какие нюансы в прежней версии, так сказать. Я напоминаю, что это Ижмутант версия 2.0. Поскольку первая версия уже была на базе реально юпитеровских цилиндров. Короче, я его собрал на китайских поршнях, на убитых коленвалах. И вообще я не думал, что он поедет. А он реально превзошел себе ожидание. И потому я сделал вот этот 400-кубовый версия 2.0. В этой версии я хочу его поставить на вот эту раму. Это с какого-то скутера китайского, типа Барракуда или что-то в этом роде, я не знаю. Для сравнения я поставил старую раму. Это Ижовская переваренная рама. Некоторые, конечно, скажут, что это будет хорошо. Некоторые скажут, что это будет плохо. Но есть один минус. Во всех версиях вот этот мотор был неподвижным. То есть, как в обычном мотоцикле. А в этой версии я хочу сделать, чтобы он монолитный был вместе с колесом. То есть, так же, как на скутерах. Идет цельный мотор, к нему прикручивается колесо. И весь мотор получается подвижный. Вместе с колесом, соответственно. Я напоминаю, что коленвал у меня сломался. Вот этот удлиненный вал в прошлый раз. Сломался из-за того, что у меня был перекос по вариатору. То есть, у меня получается, вот здесь вариатор передний был. А вот на этой раме у меня вот здесь крепился редуктор. С задним вариатором, так сказать. И он был установлен неправильно. Был перекос. Из-за этого сорвало вот этот вал. Короче, я сам не знаю, что с этого получится. И буду я действительно использовать раму с скутера. Тоже не факт. Для начала хочу просто мотор соединить вместе с колесом. Итак, короче, в общем, я попробовал соединить ижевский мотор с рамой скутера. Что у меня получается, короче. Вот заводская подвеска скутера. Я ее единственное, что только усилил. Вот здесь вот накладочку сделал. С одной стороны и снизу тоже. Все провалил с двух сторон. Все четко, короче. Надеюсь на то, что вот это вот сейчас симметрично. Ну, по крайней мере, вроде так бы должно быть. Ну, это ж китайцы, как они клепают, хер его знает. Ну, рама вроде сама вся целая. Нигде ничего не повело. Ну, короче, вроде рама нормальная. Само собой, когда я определюсь с углом наклона самого мотора, а ориентируется я буду по карбюраторам, то есть они должны быть параллельно земле, поплавковые камеры, я найду правильное место и буду это все усиливать. Возможно, я еще как-то усилю заднее крепление мотора. Ну, еще не знаю, как это все будет выглядеть. И, казалось бы, все вроде бы классно, но все-таки есть одна маленькая проблемка. Вот цилиндры упираются в раму. То есть придется как-то раму расширять. Но, по крайней мере, по вот этих вот ребрах видно, что реально оно четко по центру стоит весь мотор. Что ж, мне кажется, придется отрезать где-то вот здесь, с двух сторон и вот эту заднюю часть как-то расширить. Ну, не знаю, я еще не придумал, как это все сделать. Но, не знаю, как вам, а мне кажется, уже неплохо получается. По крайней мере, становится на свое место мотор, там, где он должен стоять. Ладно, буду дальше химичить. Поехали! Короче, ребята, два дня я пытаюсь уже присрать этот мотор к раме скутера, но ничего у меня не получается. Отпилил, соответственно, заднюю часть, переделал вот эту же подвеску. В конечном итоге я решил его обратно поставить на раму ежа. Видать, это судьба. Единственное, что нужно его немного усилить, и потому я сниму мотор, немного переделаю раму. Как видите, здесь я раму лепил, грубо говоря, с гамной палок, для того, чтобы эта просто конструкция держалась. Основные крепления, соответственно, вот. Обычные ежевские крепления. Я сейчас, короче, поотрезаю вот эти лишние куски трубы. Немного эту часть облагорожу, для того, чтобы действительно надежность удержалась. При моих заездах на этой раме, на этом мотоцикле, очень сильно была вибрация, поскольку вот это переднее крепление, так сказать, натяжа, это и было основное крепление всего мотора. Больше не было никакого крепления. Ну и посмотрю по ситуации, если все действительно будет красиво получаться. Возможно, я эту раму отдам на пескоструй, соответственно, потом покрашу порошковой краской. Ладно, в общем, не будем терять время, поехали. Так, поотрезал я вот эти части лишние. Немного все позачищал. И буду вот так вот усиливать. Вот такая железяка у меня получилась. Вот таким макаром я его приварю. И задача сделать так, чтобы это максимально смотрелось более-менее красиво. Вот такую же самую штуку надо будет вырезать и на вторую сторону. Все очень просто. А сейчас я это все буду обваривать. Поехали. Так, вот так вот я проварил раму. Конечно, смотрится пока ужасно. Сейчас это все буду зачищать. Продолжение следует... Так, короче, я его, наконец-то, зачистил. Немного пришлось, конечно, постараться. Я не думал, что это так может надолго затянуться, эта зачистка рамы. Ну, короче, зачистил. Все обратно поставил на место. Все, он сейчас стоит. Мотор на раме так, как и должен стоять. Вот моя площадка с текстолита, по которой я буду ориентироваться. Почему именно с текстолита? Потому что, ну, это единственная ровная часть, которая у меня есть. Я бы сказал, что это самый дешевый материал. Я его в свое время купил за 100 гривен. Вот такой вот у меня квадрат был. И по нем я буду ориентироваться, где буду ставить редуктор и вариатор. Здесь я уже очертил там, где нужно будет отрезать. Немного, конечно, не так, как я изначально думал это все. Ну, что делать. Короче, вот это сейчас я вырезаю, этот кусочек. И посмотрю, что с этого всего получится. Поехали. Совет на будущее, когда пилаете текстолит болгаркой, пользуйтесь респиратором. Так, вот что у меня получается. У меня здесь есть основные крепления. И, само собой, плоскость мотора. Я думаю, все прекрасно понимают, что эта плоскость идеальна. Здесь болт, здесь болт, сюда включится тоже болт. Вот наш текстолит. Так вот все четко становится. Но прежде чем это все прикрутить, мне нужно вот эту вот часть, старое крепление отрезать. Поскольку она приварена криво. Из-за этого, соответственно, оторвало коленвал в прошлый раз. Итак, ребятки, придется немного с мутантом повременить. Поскольку есть кое-какие вопросы, я уже второй день ломаю голову насчет того, как лучше сделать. Ну и, само собой, прошу вас совет. Какая ситуация получается? Итак, самый главный вопрос это соосность. То есть, надо, чтобы ремень совпадал с вот этой впадины заднего вариатора. Ну, то есть, выставить. Выставить, как должно быть правильно. Чтобы не было никакого перекуса. Но это полбеды, я уже высчитал. Там разница в 23 или 22 миллиметра. Вопрос номер два. Есть возможность поставить редуктор, так как он был с самого начала. То есть, стоит редуктор. Само собой стоит вариатор. Эта вся система также сама выставляется. И получаем в итоге то же самое, что было с самого начала. То есть, без каких-либо изменений. То есть, с обратной стороны. Вот это вот приблуда. Редуктор. На этот редуктор цепляется звезда. Ну и, само собой, через цепь передается усилие на колесо. Также есть еще один вариант. То есть, снимаем задний вариатор. Снимаем редуктор. Ну и, грубо говоря, вот допустим, вал с редуктора. Тот, на котором держится вариатор. То есть, получается вариатор напрямую без редуктора. Соответственно, с этой стороны я могу поставить звезду. И дать цепную передачу на колесо. Также есть вариант сделать все так же само. Только без центробежного сцепления. Вот центробежное сцепление с колодками. Я его полностью убираю. И идет постоянный привод на задний вариатор. И он постоянно будет крутиться. Соответственно, потом становится вот такое вот центробежное сцепление с вариатором. На вот это вот колесо. Его нужно доделать. Поставить еще одну щеку вариатора. И вот оно все будет работать. На 16-м колесе. Но в таком случае не будет подвижной подвески. То есть, все очень жестко. Все цельно вместе с рамой. Короче, ребята, вот такая вот дилемма. Не знаю, что делать. Я уже два дня голову ломаю. Что-то высчитаю. Что-то считаю. Пока я ничего не буду с ним делать. Хочу почитать ваши комментарии. Очень интересно, как бы вы сделали на моем месте. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что этот видос сделан больше для общения с вами. То есть, очень хочется понять, как бы лучше сделать. Чтобы это все не переделывать по сторам. Все, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok